То, о чем я вам сейчас расскажу, может раз и навсегда изменить вашу жизнь. Вы больше не будете испытывать депрессию, стресс, тревогу и беспомощность. И вам точно больше никогда не нужно будет обращаться к различным химическим веществам и алкоголю. Смотрите, каждый человек хочет хорошей жизни для себя, верно? Но если не показать человеку правильный путь, он найдет короткий путь. Посмотрите на мужчину, который ходит в бар, и на мужчину, который ходит в церковь. Они оба идут за одним и тем же. Все они пытаются отыскать радость и счастье, не так ли? Но если не показать людям правильный путь, они пойдут любыми путями, которые доступны на улицах. Вот и все. Вы хотите радости, но вместо этого деградируете. Ваш мозг работает против вас, вот и все. Если бы ваш разум работал на вас, он бы создал блаженство или страдания. На сегодняшний день примерно 80% населения Земли употребляют алкоголь или какие-либо наркотики. Без химических веществ нашу жизнь уже невозможно представить. Чтобы выращивать еду, нам нужны химикаты. Чтобы лечиться, нам тоже нужны химикаты. Сегодня 70% людей принимают химические лекарственные средства. Чтобы быть спокойными, нам нужны химикаты. Чтобы испытывать радость, нам нужны химикаты. Чтобы быть в экстазе, нам нужен экстази. Культура потребления химических веществ достигла огромных масштабов. Вода, которую мы пьем, напичкана химией. Воздух, которым мы дышим, и еда, которую мы едим, тоже напичкана химией. Если 90% человечества будут потреблять химикаты в таких количествах, сознательно или неосознанно, следующее поколение будет менее качественным, чем наше. Это преступление против нашего вида. Химия — это современная ловушка. Ловушка, в которую вас очень легко поймать. Люди пытаются создать свой собственный маленький рай, но этот с виду рай оказывается настоящим адом. Самое важное в жизни, неважно в какой, будь это ваша жизнь или жизнь кузнечика, это стремление к полноценности во всех смыслах этого слова. Кузнечик пытается быть полноценным кузнечиком. Человек пытается быть полноценным человеком. И если вы каким-либо образом лишите человека каких-то способностей, разве вы улучшите его жизнь? Получая временные удовольствия, вы шаг за шагом отнимаете свои жизненные способности. Если вы будете постоянно это делать, это отнимет у вас жизнь. Вы либо развиваете свои способности ради полноценной жизни, либо теряете, получая взамен небольшие удовольствия. Вам нужно понять вот что. Самый большой химический завод находится у вас в голове. И когда на этом заводе дела идут плохо, вы обращаетесь за помощью к искусственному химическому заводу, и положение только усугубляется. Когда у вас беспорядок в голове, вы нервничаете и беспокоитесь. Внутри вас рождается опасная негативная масса. Вас несет по спирали, и вы все больше и больше злоупотребляете своим химическим заводом. И вы не знаете, как управлять своим химическим заводом. А почему ваш разум обернулся против вас? Потому что нет достаточно стабильной базы. А создают эту стабильную базу. Система медитаций и развития подобного рода способностей. Вся йогическая система заключается в этом. В создании стабильной базы. Вам нужно, чтобы ваш разум работал на вас. Если же ваш разум обернется против вас, никакая сила во Вселенной и никакие химические лекарства не спасут вас. Есть огромная разница в том, когда ваши мысли принадлежат вам, и вы принадлежите своим мыслям. В первом случае вы создаете себя. Во втором — разрушаете. То, что происходит вокруг вас, может быть не таким, каким вы хотите. Но то, что происходит внутри вас, должно быть таким, каким вы хотите. Если что-то произойдет внутри вас так, как вы этого не хотите, вы обращаетесь к химическим веществам. Многие люди подходят ко мне и говорят, «Пожалуйста, научи меня контролировать мой разум». И я отвечаю, «Вы хотите контролировать свой разум или освободить его?» Конечно, освободить. Как его освободить от этого неупорядоченного хаоса мыслей? Вам нужно создать базу. Как ее создать? Займитесь йогой. Слово «йога» означает единение. Прямо сейчас вы существуете здесь, как часть всего остального мира. Например, то, что вы выдыхаете, деревья вдыхают. Все в этом мире взаимосвязано. И это не только на уровне дыхания. Это происходит на всех уровнях. То, что вы подразумеваете под собой, это просто психологическая граница, которую вы сами себе установили. Йога — это сознательное стирание границ вашей индивидуальности. Если вы воспринимаете все вокруг как себя, это и есть йога. А если вы единое целое с этим миром, вам не нужны инструкции. Вас кто-нибудь учил, как обращаться со своими пятью пальцами? Это большой палец, это маленький палец, не отрежь его. Нужна вам такая инструкция. Все, что вы чувствуете, является частью вас самих. С этими знаниями вам не нужны никакие руководства, потому что это часть вас. Вот что значит йога. Вы все воспринимаете как часть вас. Физическая йога освободит ваш разум и внесет простоту и ясность. Люди думают, что если они усложняют каждое решение, то это разумно. Нет. Разумно это находить простое решение для каждой сложности. Так что постоянно практикуйте йогу, чтобы ваш разум находился в гармонии. А для этого нужно работать и еще раз работать над собой. Многие люди хотят услышать от меня какую-то чудо-мантру или волшебную практику, которую они запишут, придут домой, прочитают ее за две минуты и изменят свою жизнь. И я всегда спрашиваю таких людей. Вот когда вы учите какой-то простой язык, давай возьмем английский. Я назвал его простым, так как там всего 26 букв. Чтобы выучить этот язык, вам нужно потратить не один год. А чтобы научиться хорошо писать, читать, разговаривать и хорошо понимать этот язык, нужно лет пять. И при этом вы хотите изменить свою жизнь за две минуты. Разве столько времени стоит ваша жизнь? Если ваша жизнь чего-то стоит, разве не нужно тратить достаточное количество времени и энергии на нее? А люди ищут чудо-мантру, с помощью которой они изменят свою жизнь. Это так не работает. Вот причина, по которой большинство людей страдают и остаются несчастными до конца своих дней. Все потому, что они не хотят работать над собой и делать вклад в свое благополучие. Обида, гнев, ревность, боль, страдания и депрессия — это яды, которые вы пьете сами, но ожидаете, что они навредят кому-то другому. Это ошибка. И у большинства людей целая жизнь уходит на то, чтобы понять эту простую истину. Если с вами случаются боль, страдания или гнев, значит, пришло время заглянуть внутрь себя, а не вокруг. Для достижения благополучия единственное, что нужно исправить, это себя. Садх-гуру.